До начала рождественской литургии остаются считанные минуты в главный храм Химкинского благочиния, храм Богоявления Господня, стекаются верующие от мала до велика. Конечно, пандемия внесла коррективы и в это событие, но многие все равно пришли на торжественную службу. А сегодня великий праздник и хочется быть в храме со своими братьями и сестрами. Настроение замечательно, благостное, чудесное. Мы с хорошим настроением пришли, и здоровье хотим себе подкрепить. Ну и всех родных своих с праздником поздравить. С благоговением, конечно. Мы постоянные прихожане, всегда сюда приходим. На ночное богослужение приехал и глава Химок. Дмитрий Волошин поздравил благочинного Химкинского церковного округа Московской областной епархии, протеерея Артемия Гранкина и всех химчан с Рождеством. Мы, православные, встречаем Рождество, конечно, с самым лучшим настроением, которое только может быть. Я желаю всем химчанам мира, добра, тепла и благополучия в этот прекрасный зимний день. Дай Бог всем счастья. В полночь началась рождественская литургия. Во многих храмах на входе измерение температуры. Маски обязательны в течение всей службы. В это непростое время люди пришли на Рождество, не потеряв веру в лучшее. У каждого есть о чем помолиться. В первую очередь о здоровье родных и, конечно, о тех, кто сутки напролет проводит в больнице, помогая пациентам. Сейчас наши врачи находятся на передовой. Им нужны необходимые силы, необходима наша забота, необходимое наше внимание. Поэтому желаю каждому из нас в этом году совершать дела милосердия, совершать то, что Господь нам заповедовал. И пусть все обеды обойдут стороной наши дома. Всех, подорогимая, с праздником, с Рождеством Христовым. В эту ночь во всех 12 церквях округа прошли праздничные богослужения. Из-за социальной дистанции небольшие храмы не могли вместить всех желающих. Особенно людям старшего поколения рекомендовали помолиться дома в семейном кругу. Настоятель Никольского храма, отец Дмитрий, заранее попросил таких верующих поберечь себя и поздравил в соцсетях тех, кто не смог прийти в храм из-за плохого самочувствия. Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет ваши дома, ваши сердца, ваши семейные очаги. А присоединиться к общей службе смог каждый благодаря онлайн-трансляции «Рождественской ночи». Посмотреть и даже скачать ее можно в инстаграм-аккаунте. Храм Святой Матроны Московской – знаковое место для жителей Сходни. Именно здесь провела свои последние дни почитаемая на Руси святая. Это место притягивает верующих, особенно по великим праздникам. В моем понимании, Рождество – это не просто праздник по Библии, когда родился Христос, а именно рождение для человека чего-то нового. По благословению управляющего Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия и при участии главы Дмитрия Волошина рядом возводят большой каменный храм. А пока службы идут в маленькой деревянной церкви. Это праздник веры, счастья, тепла, любви, ну и, конечно же, праздник здоровья. Мы сейчас находимся здесь, на территории храма Матроны Московской, в микрорайоне Сходня. Как вы видите, храм небольшой, деревянный, он был построен некоторое время назад, но сейчас здесь, на территории, ведется строительство каменного храма. Рождество Христово – это один из главных христианских праздников. Ему предшествует сорокадневный пост. Верующие проводят много времени в молитвах. В Рождество у православных принято вспоминать великое событие. В этот день в маленьком городе Вифлеем родился Сын Божий – Иисус Христос. Сын Божий – Иисус Христос. Иисус Христос. Продолжение следует...